Девушки отдыхают Он расскажет о том, что пройдет семинар по изменениям в сфере обращения с отходами. Да, но это во-первых проводит общественная палата этот семинар. Выясним, что там будет и зачем. Кроме того, мы поговорим об изменениях в сфере капитального ремонта. Придет вместе Сергей Емулетин и Михаил Кузьмин, генеральный директор фонда капремонта. Новый назначенный генеральный директор фонда капремонта. На счете регионального оператора, то есть фонда капремонта. На отдельном счете. Третий вариант, честно говоря, не знаю. Ну и живу в собственном доме и никому не плачу. Пожалуйста, участвуйте в эхакирова.ру и наша группа ВКонтакте. А тема первого часа у нас опосредованно тоже связана с деньгами, с оплатой, с государственными услугами, с тем, каким образом можно экономить. В гостях у нас Юрий Палех, министр информационных технологий и связи Кировской области. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Юрий Иванович. И Наталья Швецова, директор МФЦ. Здравствуйте. Мы договорились без аббревиатуры КАГАУ, Кировское областное государственное автономное учреждение. Все знают, что оно есть, но называть мы будем просто МФЦ. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Ну, я думаю, что сначала, наверное, все-таки нашим слушателям, особенно тем, кто не очень часто пользуется порталом госуслуг, надо пояснить, что это такое, как работает, как регистрируется, что делать, если потерял пароль. И вообще людям старшего возраста, которые с интернетом не на «ты», полезен этот портал или нет? Наталья Владимировна, с вас, да? Да, наверное, начнем. На самом деле, на самом деле, госуслуги, так? Не волнуйтесь, все нормально. Наталья Владимировна поподробнее расскажет нам, как же получить учетную запись на портал государственных услуг. Алгоритм, он действительно очень простой, и Наталья Владимировна нам расскажет несколько шагов, как это сделать. Я расскажу немножко о том, что это вообще такое, что такое портал государственных услуг. Эта тема для кого-то, может быть, покажется неактуальной, но, тем не менее, вот мы специальную статистику посмотрели перед эфиром, и 65% жителей Кировской области, которые имеют возможность и отвечают требованиям взаимодействия с государством в электронном виде через портал государственных услуг, имеют учетные записи на портал государственных услуг, все остальные эти учетные записи не имеют. То есть 35% у нас пока еще там отсутствует, да? Более трети. Более того, может быть, это будет и интересно послушать и тем 65%, которые учетную запись уже имеют, потому что они ее создали, но, как показывает уже статистика, ее довольно-таки неактивно используют. Может быть, создали, забыли, что это такое, а совсем скоро придется вспоминать, потому что это действительно удобно. А может, просто они не знают, что там можно какие-то вопросы решать уже? Вот сейчас меняется же, да, содержимое, то есть если раньше можно было там 10 услуг, условно говоря, получать, сейчас, наверное, уже там десятками можно их измерять, да? То есть они могут просто об этом не знать. Это как моя ситуация. То есть я в свое время создавала запись на портале госуслуг, чтобы подать заявление на заграничный паспорт и сделать быстрее вот этот процесс, да? Получила заграничный паспорт и благополучно о своей учетной записи забыла. Несколько лет не пользовалась, тут мне, значит, понадобились государственные услуги, и я поняла, что я не помню своего пароля. Но мы сейчас вот расскажем, что делать людям в такой ситуации, да. 65% имеют учетные записи. Да, действительно, граждане на портал госуслуг приводят необходимость получить какую-то услугу. Они услышали, что это быстрее, это дешевле, они регистрируются, эту услугу получают, а дальше всего функционала, портала госуслуг и всю выгоду его использования, ну, наверное, не знаю. Давайте об этом сегодня поговорим. Первое, хотелось бы вот развеять миф о том, что это небезопасно. Учетная запись или, как еще по-другому ее называют, учетная запись, ЕСИА. Что такое ЕСИА? Это единая система идентификации и аутентификации пользователей. Это государственная система, единая на федеральном уровне, одинаковая для всех регионов, которая защищена ее сопровождением и защитой занимается Федеральной Минкомсвязи и все наши федеральные структуры. Это система единого доверия в электронном пространстве. Для того, чтобы в ней зарегистрироваться, недостаточно просто дома завести себе какой-то личный кабинет, паспортные данные туда вбить и все, и ты можешь действовать в своем имени. Это не так, потому что от вашего имени может зарегистрироваться кто угодно, и что же он теперь получит, возможность подавать заявление за гран-паспорт от вашего имени или еще что-то делать. Нет. Для того, чтобы полнофункционально использовать портал государственных услуг, учетную запись, которую вы можете действительно дома создать за пару минут, необходимо подтвердить. Для того, чтобы ее подтвердить, необходимо лично с паспортом обратиться в одну из точек подтверждения, которых у нас в Кировской области уже 500, это прежде всего любой офис МФЦ, никаких предварительных записей. То есть просто приходишь в МФЦ с паспортом и говоришь, вот так и так, я хочу подтвердить свою учетную запись. Да, эта процедура занимает 3-5 минут, в случае, если есть необходимость, у нас во всех офисах МФЦ совершенно бесплатно установлены в зоне ожидания заявителей компьютера с настроенным доступом в портал государственных услуг. Это совершенно бесплатно, вы можете прийти в офис МФЦ, если дома сложности с компьютером какие-то возникают, либо есть непонимание, наш консультант поможет вам это сделать, конечно, и сразу подтвердить. Если вы приходите просто за подтверждением, процедура 3-5 минут совершенно бесплатная, никаких ожиданий, все очень легко, я думаю, что пару минут можно найти и прийти в МФЦ, обратиться. Это не только МФЦ, это отделение Почты России, Почта Банка, это очень широкая сетка уже распространения. То есть там, где можно подтвердить свою запись, да? Да. Это ряд банков. Для того, чтобы узнать весь список этих 500 точек подтверждения, точно так же можно зайти на портал государственных услуг, госуслуги.ру, там есть раздел центров подтверждения и выбрать наиболее удобное для себя, причем оно даже покажет, какой ближе всего по расстоянию к вам сейчас находится. То есть пароль для этого знак не нужен. Просто набираешь город Киров, да, и он показывает ближайшие точки. На карте выбираете, какой вам ближе и удобнее, смотрите там по графику времени работы, как вам удобно, приходите и все. И вы в электронном пространстве всех наших государственных и муниципальных услуг. Наталья Владимировна, просто вопрос уже Аня задала. Вот если человек забывает этот пароль... Что бывает, что происходит? Что бывает, как происходит? Надо снова идти в ОФЦ или нет? Ну, для этого достаточно дома выйти тоже в интернет и подтвердить, выйти в личный кабинет, постараться сделать это электронно. И придет тогда этот пароль на электронную почту, либо на телефон, смс-ка. Ну вот я хотела бы, да, немножко здесь дополнить. При регистрации самостоятельно на госуслугах действительно необходимо обратиться в мои документы не только с паспортом, но и необходимо принести еще и с НИЛС. Для того, чтобы подтвердить личность. С НИЛС это такое вот зеленое свидетельство, пластиковое. Да, зеленое, как пенсионное свидетельство. И здесь, в принципе, в любом офисе МФЦ эксперт осуществует полную регистрацию, есть я с подтверждением. И при этом пароль для входа в личный кабинет госуслуг заявитель также получает в виде смс-сообщения на указанный номер телефона. Для регистрации там конкретно заполняются поля фамилиями отчества, пол, дата рождения, место рождения, СНИЛС, гражданство, данные документы удостоверяющего личности. Ну, это паспорт в данном случае, да? Да, 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 совершенно верно. Ну и, собственно, потом, когда человек забывает свой пароль, заходит на портал госуслуг, там как раз вот эти все графы ты заполняешь, и тебе пароль приходит либо на тот номер мобильного телефона, который ты указывал в процессе получения, либо на твою электронную почту. Да, совершенно верно. То есть повторный визит уже не нужен, да? Да, повторный. И защищен человек от того, что кто-то другой может воспользоваться его данными. Меня здесь иногда удивляет, люди волнуются, что мы там, это наши данные кто-то узнает, и тем временем на кучу каких-то сайтов свои данные совершенно спокойно укладывают. Интернет-магазины, все что угодно, да. Какие-то там эти банковские сайты. Кладутся страшные силы, ничего не боятся. На улице подходят люди, спрашивают подпись, спрашивают паспорт, они все дают, пожалуйста, пишите. Да, сборщики подписи, кстати, во время выборов. Вот то же самое. А здесь почему-то начинаются опасения, мои данные куда-то попадут. Да, господи, они у всех уже давно есть, мне кажется. Любой человек, который бывал в интернете на какие-то сайты заходил, все их данные уже есть. Тем более здесь, на самом деле, государство гарантирует защиту. Но мы сейчас поговорим о том, какие именно услуги можно через портал госуслуг оформить. У нас небольшая полуминутная пауза и вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Юрий Палюк, министр информационных технологий и связи Кировской области, и Наталья Швецова, директор МФЦ в нашей студии. Мы говорим о портале госуслуг, о том, чем он удобен потребителям и о том, какие... Он не просто даже удобен, он еще выгоден, об этом мы поговорили. Да, и время экономит, и деньги. И о том, какие услуги уже можно на нем получать. То есть, я говорю, начиналось вот с ограниченного количества услуг в свое время. Я делала учетную запись, не знаю, год, наверное, 4 назад, вот тогда, когда получала заграничный паспорт. Только-только это развивалось. Сейчас, ну, вплоть до самых каких-то вот, не знаю, таких вот прикладных вещей можно через портал госуслуг оформлять. Вот, насколько я понимаю, в ближайшее время на портале госуслуг даже дневники своих детей можно будет проверять, да? Да, совершенно верно. Прежде всего, хотелось бы действительно поддержать ту мысль, которая у нас возникла, что портал госуслуг – это не просто удобно, это еще и выгодно. Почему выгодно? Во-первых, все платежи, которые по государственным услугам, все государственные пошлины, проведенные с использованием авторизации как раз-таки вот в ЕСЕ, о которой мы сегодня говорили, в соответствии с федеральным законодательством, имеют скидку 30% относительно той пошлины, которую бы вы заплатили при личном обращении, ну, например, в тот же самый МФЦ. То есть 30% скидка сразу. Далее, в зависимости от того, насколько полно вы заполнили свой профиль на портале госуслуг, например, привязали сведения о регистрации своего транспортного средства и номер водительского удостоверения, к вам начинают автоматически поступать сведения о всех нарушениях ПДД, которые вы допустили. При этом вы их получаете максимально оперативно, а направление сведения о штрафах как раз-таки точно так же технической стороной занимается другое подведомственное учреждение, будем министерствовать, и сведения направляются в тот же день, когда, собственно, их инспектор подтвердил. Соответственно, вы сразу же получаете сведения о том, что вы нарушили правила дорожного движения, в этом случае вы имеете возможность прямо сразу из приложения государственных услуг, из мобильного приложения оплатить этот штраф со скидкой 50%. Да, мы помним, в течение 20, по-моему, дней это можно сделать. Там очень, если быстро платишь, то скидка 50%, это, знаешь, заметно, особенно по штрафам ПДДшным. Особенно для тех нарушителей, которые серьезно, серьезно проштрафились, да, то есть не 500 рублей штрафов. Ты за рулем, я-то весь человек, пешеходный, это не не сильно касается, тебе это более известно. То есть письмо на бумаге в конверте вы все равно получите, но получите его позже, и там, может быть, вы успеете заплатить, а может быть, нет. Если это идет в электронном виде, то вы имеете возможность оплатить сразу же, причем вам приходят в качестве сообщения место вашего нарушения, все реквизиты, номер постановления, скорость, которую вы ехали. Фотофиксация, если есть. Все то же самое, что вы получаете в бумажном конверте, то же самое получается в электронном виде, только оперативно. При этом рекомендую также устанавливать в портал государственных услуг его мобильную версию для мобильных телефонов. Она есть для всех версий платформы Android и iOS, никаких проблем нет, она совершенно бесплатна, устанавливаете. В нем работает та же самая учетная запись ESEA, которую вы используете на большом портале, и там все те же самые сервисы, только в удобном виде. И вот хотелось бы сегодня еще поговорить о тех действительно сервисах и новинках, которые появятся на портале государственных услуг. Прежде всего, в конце 2017 года специально сели, посмотрели, наверное, наиболее продвинутые наши слушатели скажут, существует некая путаница, есть портал государственных услуг федеральный, вроде бы все здорово. При этом существует региональный портал государственных услуг, это портал, который создавал регион сам себе. И это действительно такая большая практика, многие регионы по этому пути идут, потому что считают, что свои услуги мы сами своим порталом рулим, быстрее, качественнее, может быть, получится. Там ряд муниципальных услуг, там можно получить решение строительства и так далее. Мы посмотрели востребованность регионального портала и федерального портала услуг, увидели, что 97% граждан ходят на федеральный портал, и только 3-6% в зависимости от нагруженности ходят на региональный портал. И, собственно, я задался вопросом, зачем нам этот региональный портал, мы тратим на него время, тратим на него деньги, и на сопровождение он фактически не востребован. И мы подключились к федеральному проекту, это федеральная задача, так называемая мультирегиональность государственных услуг. Это когда регион прекращает плавно существование всех своих региональных порталов госуслуг и переводит все эти сервисы на федеральный портал. То есть я вот путешествую по стране, почему я должен знать, что в одном регионе такой портал ссылок, в другом регионе какой-то другой. Я установил себе мобильное приложение госуслуги, и у меня нет никаких проблем ни территориальных, ни географических. Я везде получаю одни и те же сведения, могу подавать одни и те же заявления с теми же правилами игры, со скидками и так далее. То есть сейчас у нас уже нет вот этой путаниц, портал только один государственный, федеральный, как бы, да? Да, в этом году мы переводим очередную партию наиболее востребованных услуг, социально значимых, в рамках проекта мультирегиональность, который из федерального бюджета финансируется. За счет того, что мы этот проект подключились, нам федеральный уровень финансирует работу по переносу услуг с регионального портала на федеральный. На региональном, соответственно, эти услуги нужно перекрывать, чтобы они там больше не существовали. Действительно, вот отметили, наверное, самые востребованные из тех, что были, это на запись в школу. Ну, наверное, сейчас это не актуально, это со следующего года будет актуально. Ну, в принципе, уже мы уже. Все уже готовятся, Юрий Иванович. Все уже готовятся. Со следующего года вы имеете вот следующий учебного года? Да. Так мы считаем, что нужно чаще всего. Потому что сервис будет разработан ближе к осенью, потому что там нужно еще поработать, там, соответственно, еще процедуру акционные провести. Главное, чтобы вы успели. А уже, получается, во многих школах запись-то уже идет. Особенно те, которые, знаешь, все такие непростые. А туда разве можно записаться через электронные? А у них свои сайты школьные, они через них записывают. Я вот это на себе испытал, потому что это было очень сложно. Ну как, не так уж давно, шесть лет назад. Хорошо, возвращаемся к записи в школу. На самом деле, тоже ведь правильный вопрос подняли. Те же самые электронные очки. Сейчас запись к врачу. У нас есть несколько сервисов. Можно записаться через портал государственных услуг. Можно записаться через региональный сервис. Он действительно тоже хороший. Меткиров.ру. Меткиров, да, действительно, все замечательно. Мы сейчас ведем работу для того, чтобы там тоже погрузить электронную предварительную запись через ЕСЕ. Поподробнее, почему предварительную запись именно через ЕСЕ мы хотим сделать, мы сегодня тоже обязательно поговорим. То есть возникают какие-то проблемы, вот когда без этой вот записи? Ну хорошо, давайте сейчас. Давайте, конечно, сразу сказать. Мы с 1 апреля, это не шутка, сделали, перевели предварительную запись во все наши офисы МФЦ. Исключительно, если записываешься в электронном виде. Понятно, что существует телефон горячей линии, можно записаться на ЕСЕ, там для этого не нужно. Если ты записываешься в электронном виде, то тебе необходимо иметь ЕСЕ и авторизоваться через портал государственных услуг. В этом случае МФЦ позволяет записаться предварительно в любой офис, какой хочешь, в любое время, которое ты захочешь. Ну, тот слот, который будет свободен. Если до внедрения предварительной записи через ЕСЕ у нас, в общем-то, никакой авторизации серьезной не было, и там можно было написать все, что угодно, и очередь забить. Мы посмотрели в январе, за январь в Кирове 99 раз записался заявитель с фамилией Икраткая. А, значит, записался ли прием к врачу, заявитель с фамилией Икраткая? В процессе, в процессе. За предоставлением. Это если он очень забил в половину раз, он вообще не пришел, ну, понимаем, что... А если бы он пришел, было бы интересно, а он кто такой вообще с фамилией Икраткая? Не, мне кажется, что это какой-то вот не очень, так скажем, сознательный гражданин, который просто время чужое. Нет, на самом деле, очень сознательный гражданин, это есть недобросовестные участники, там, на рынке недвижимости, например. Они не знают, с каким клиентом они придут завтра, чьи интересы представляют. А, понятно. Ну, на всякий случай, они в очередь забили наперед. Время себе заблокировано. Речь идет про услуги рост реестра. Да, действительно. Ну, в принципе, получается, что в медицинские услуги точно так же могут люди записываться на всякий случай, да, а кто-то в эту очередь, соответственно, не попадет. Запишусь-ка я через две недели к терапевту, две недели прошли, я уже выучился и не пошел. А ты, может быть, уже здоровая, да, уже забыла об этом или уехала куда-нибудь. А если, соответственно, человек записывается через свою учетную запись, вот это как вы знаете, через ЕСИА, да, то как бы уже понятно, это кто, что, и, собственно говоря, это уже... И его всегда можно найти и спросить. Тебе потом напомнят. А почему это ты не пришел? И как результат, вот сегодня специально перед эфиром проверял, в городе Киров можно на завтра записаться по услугам того же Росреестра, самовостребованного, на завтра есть свободное время в любой, в СНФЦ, в Кирове, пожалуйста, записывайтесь. До этого внедрения запись была, там, к сожалению, на недели вперед, на две недели вперед, на Карл Маркса. Это вообще можно было даже не записаться предварительно, просто потому что вот всю очередь вот так вот разбирали. Мы навели порядок, никаких вопросов, там, серьезных жалоб не поступило, потому что это была не случайность, там, раз и ЕСИ, а не с того, не с сего. Мы сделали серьезную предварительную работу, мы за два месяца всех предупредили, мы проводили в МФЦ всю разъяснительную работу, в СМИ также все были готовы, и 1 апреля никто ни с какими серьезными сложностями не столкнулся. В части вот электронных дневников, действительно, мы собираемся и очень сильно надеемся, что к 1 сентября мы успеем доработать все наши информационные системы в сфере образования и портала государственных услуг, сервисы. И электронные дневники, как сейчас, это каждая школа ведет свой электронный дневник, нужно там ссылки какие-то помнить, заходить, ну, понятно, что не сложно, потому что ребенок-то... Все равно довольно сложно. Теперь это будет на портале государственных услуг, все электронные дневники переедут туда, соответственно, вход в них будет только с помощью ЕСИ и больше никак. Мы собираемся сейчас параллельно с Министерством образования тоже эту работу сделать плавно, для того, чтобы для родителей, для самих учеников это не было каким-то неудобством, какой-то неожиданностью, мы всех подготовим, всем раздадим отчетные записи. Вот тут у меня возникает вопрос. Я правильно понимаю, что ни один родитель с этого момента не сможет посмотреть оценки своего ребенка в электронном виде, если не будет иметь регистрации на портале государственных услуг? Совершенно верно, но этот процесс мы сделаем максимально плавным и максимально удобным. Уже не оказалось бы так, что толпы людей побегут регистрироваться на портал госуслуг по всей стране, и он просто возьмет и подвиснет в какой-то момент. Потому что их много осталось всего, 33% населения области, они думают, что не создают очередь. Ну, а во-вторых, ведь, Аня, опять же, если возникает какая-то пауза, да дети будут очень довольны, что родители не могут посмотреть. Дети-то просто рады будут, я думаю, да. Я думаю, они как раз очень надеются, что возникнет какая-то нередкость. Школьные бумажные дневники тоже никто не отменял. Дело в том, что в них сейчас очень редко стали родители смотреть. Потому что зачем смотреть, когда можно посмотреть и так все знать. Во-вторых, в дневнике бумажные ставят не сразу оценки, а в этом он появляется сразу. Там есть свои хитрости. Я уже так изучил, у меня как раз сын школьник. Они играют на разницу бумажных. Бумажные дневники можно потерять всегда. И обычно не спрашивают, поэтому обычно показывают потом. Я как профильное министерство не могу не задать вопрос, а зачем вообще существует бумажный дневник, я вообще этого не понимаю. Дело в том, я могу объяснить, что есть оценки. Оценки есть в электронном дневнике, а, скажем, замечания учитель пишет в дневник бумажный. Он не может написать замечания о том, человек вертелился на уроке или еще что-нибудь делал. Ничего попало делать, сами понимаете. Поэтому замечания оказываются в бумажном дневнике. А в электронном их нет, да? Там только оценки. Там только оценки ставят. Если нет пока, давайте мы вместе придумаем, чего-нибудь хватает и поработаем. И я знаю прекрасно на своем опыте, что дети на том, что есть здесь оценки, а там замечания, и мама смотрит электронный дневник, и все спокойно. А потом, когда уже время-то прошло, пусть посмотрит бумажный. Это давно было. О чем ты говоришь, мама? А мне кажется, родители еще хранят до сих пор бумажные дневники. Многие родители. Да, это уже все-таки, да. Хотя, на самом деле, вопрос совершенно справедливый. Зачем нужны бумажные дневники, если все есть в электронном виде, да? Только для того, чтобы дети учились расписание, писать постоянно, да, такая мука для всех. Домашние задания. Домашние задания можно записывать в тетради, где угодно. На самом деле, по окончании школьного года в школьном дневнике есть хорошая запись, переведен на следующий учебный год. Это важно для родителей и для бабушек. Они и так это знают, это не утаишь никак, ну что вы. На самом деле, есть над чем подумать, да? Так, школа. Еще есть, я так понимаю, такая достаточно большая сфера, сфера ЖКХ, которая тоже будет регулироваться через портал госуслуг. По сфере ЖКХ мы сейчас как раз ведем большую работу. У нас есть дорожная карта по повышению инвестиционной привлекательности региона. Это большая часть бизнес, юридических лиц касается, но мы собираемся по физическим лицам тоже поработать. То есть сфера ЖКХ также должна перейти в электронный вид. Управляющие компании на платежках QR-код размещают, и через мобильное приложение банковское, просто сфотографировав код, можно его сразу оплатить, и не нужно никуда ходить, все достаточно удобно. И никакие циферки вбивать не надо в бумажке. Эту платежку тоже можно получать в электронном виде. Я ее сам получаю в электронном виде, мне не надо ждать, когда она ко мне на бумаге придет. Мне просто управляющая компания, для этого достаточно управляющей компании, и законодательство мне это разрешает, сказать управляющей компании, что я не хочу получать на бумаге эту платежку. Давай мне ее в электронном виде, и все, мне никуда ходить не надо, мне все в почту падает, я сразу все оплачиваю, никаких долгов. Ну, там ведь не только управляющая компания, там еще и различные другие от ресурсно-мужащих организаций, квитанции. Это надо же со всеми, значит, договариваться. Получается так? Документ платежный, он единый. Единый платежный документ, в котором попадаются эти сведения, да, там сейчас... Я так понимаю, Николай говорит про то, что приходит несколько платежей. Мне приходят 4 квитанции, да, мне приходят 4 квитанции. Приходит квитанция за газ, приходит квитанция за электричество, приходит квитанция общая, вот у кого-то она от управляющей компании. Сейчас ее разделили еще на 2, и плюс еще за капрямом 5 квитанций приходит. 5 квитанций приходит, если одну из них я получу в электронном виде, остальное это как, все равно придется идти. Мне кажется, со временем там везде разместят специальные такие вот эти QR-коды, да, 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 чтобы можно было делать. Ну, раз процесс пошел. И субсидии на оплату ЖКХ тоже можно получать. Вот это уже очень интересно. Через портал Госуслуг будет. Подавать заявление, тогда будет возможность. Точно так же к личному кабинету портала Государственных услуг можно перевязать свою банку, банковскую карту, все ее реквизиты сделать и совершенно спокойно ей оплачивать штрафы. По умолчанию не нужно будет там реквизиты какие-то вбивать и бумага где-то платить. Точно так же субсидии можно указывать номера электронных счетов своих с этой карты, которая будет привязана, которую вы сами укажете. В случае, если она у вас поменялась, это не раз и на всю жизнь. Точно так же, как и номер мобильного телефона там с кодами подтверждения. Поменял номер телефона, пожалуйста, заходишь в личный кабинет, меняешь номер телефона, его точно так же подтверждаешь, там кодовый смс, для этого ходить никуда не надо и все. Вот номер телефона другой привязан. То есть вы защищены, вы сами управляетесь наполнением своего личного кабинета. На самом деле это для граждан очень удобно и возможно какую-то напряженность в территориальных отделах офисов моей документы снимется вот данная проблема, потому что сейчас люди как только получили вот эту платежку, они готовы до 15 числа атаковать наше территориальное дело, особенно это актуальная ситуация в районах. Вот, поэтому если будет такая возможность электронно оформлять субсидию, это будет замечательно. Это экономит и время заявителей, и в то же время и нервы сотрудника МФЦ. И нервы, и заявители нервы тоже, сами понимаете. Да, это удобно для всех. Мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, потом вернемся, у меня еще есть будет реплика по поводу как раз электронных карт. Программа «Дневной разворот» продолжается. Юрий Палех, Наталья Швецова. Говорим о предоставлении государственных услуг в электронном виде, о том, как упростились сервисы все. И должны мы, наверное, Николай, все-таки сделать поправочку. Не поправочку, а уточнение, потому что мы заговорили о предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В электронном виде. В электронном виде, да, это все совершенно прекрасно, но, уважаемые слушатели, это будет, но сейчас пока этого нет. Поэтому, если кто-то уже бежит, то остановитесь, пожалуйста, не бегите сегодня, вы этого сделать не сможете. Я правильно сказал? Все правильно. Пока вы это сможете сделать, только в офисах МФЦ и ведут приемы управления соцзащиты по городу Кирову и в некоторых районах области в том числе. Вот. А примерно когда предполагается, что это может быть в электронный вид? Да, сегодня мы говорим, скорее анонсируем все эти услуги. Это не какая-то фантазия или какая-то мечта. Работа действительно ведется уже сейчас. Государственные контракты опубликованы. Торги по ним осуществляются. То есть, компании, которые будут осуществлять эти доработки, они есть. По срокам. То есть, электронный дневник, как мы уже сказали, в соответствии с государственным контрактом завершения доработки мы ожидаем 1 сентября. И тогда мы уже начнем. Этого года, 1 сентября. То есть, до конца этого года все, о чем мы говорим, в принципе, станет реальностью? Да. Должно стать, по крайней мере. Да, ну, просто не может не стать реальностью уже. Да, не может не стать. Такие условия контрактов. Да. Ну вот, а у меня в таком случае закономерный вопрос. Я не очень понимаю, почему МФЦ заинтересована в том, чтобы люди переезжали из реального общения, скажем так, в электронное, да? Вы же без работы останетесь. Ну, не совсем без работы. На сегодняшний момент мы более 250 услуг предоставляем гражданам как федерального, регионального и муниципального формата. Вот, я думаю, что сразу же все услуги не перейдут. В перспективе, конечно, ведь все, наверное, и предполагали, что в целом офисы мои документы, они и созданы с целью для того, чтобы научить людей электронным услугам. Есть у нас очень много программ, в частности, вот обучение старшего поколения компьютерной грамотности. Мы тоже здесь идем в ногу со временем и делаем эту работу. Я знаю, что и другие ведомства также на сегодняшний момент обучают старшее поколение компьютерной грамотности, но у нас тоже есть компьютерные классы. Поэтому, конечно, это все в недалеком будущем. Мы прекрасно понимаем, с какой целью вообще были созданы многофункциональные центры мои документы. Возможно, в дальнейшем это будут какие-то не совсем государственные и муниципальные услуги. А может, просто перечень услуг будет расширяться? Возможно, да. Электроника будет просто немножко не успевать, как всегда. Она всегда немножко идет за реальной жизнью следом. Я почему как раз хотел рассказать историю, которую я рассказал в первую очередь уже про то, как у нас два очень уважаемых первого человека. Это хорошая история. Один, управляющий банком, очень серьезным. Второй, там, руководитель IT-компании, очень серьезный. Просто сидели здесь неподалеку от нас в кофейне, значит, и рассказывали, у кого какие есть современные гаджеты для того, чтобы не пользоваться не только наличными деньгами, даже чтобы карты с собой не таскать. У одного, по-моему, насколько я помню, был перстень, значит, прикладываешь его, там вся информация считывается, и твои денежки, значит, ушли в кассу. У второго, там какой-то гаджет тоже такой, типа, ну, не знаю, айфон или что-то еще. Смартфон какой-то. Но в итоге закончилось тем, что, так как наличность никто из них не носил, пришлось занимать, потому что в этом кафе, к сожалению, интернет не работал. А раз интернет не работал, расчет мог быть только наличным. Он внезапно пропал. А он у нас довольно регулярно пропадает, а есть местности в Кировской области, его просто регулярно практически еще нет. Есть такие местности, на самом деле. У меня почему, вот еще вопрос возник, Юрий Иванович, вы все-таки министр информационных технологий. То есть вот наряду, как скажем так, с программным обеспечением, надо ведь, наверное, какое-то еще и железо подтаскивать, чтобы все работало хорошо. Да, обязательно. Это тоже очень большой, очень серьезный вопрос по покрытию зоны уверенного приема мобильной связи и доступа к сети интернет. Если мы говорим о том, что сейчас доступ к мобильной сети имеет 98% жителей Кировской области, при этом нужно говорить, что это не равно 98% территории Кировской области. Кировская агломерация, все живут, основная масса населения живет в Кирове. Чепецк, Слободской. Да, то есть в Кировской агломерации, а остальная территория, она имеет достаточно более низкую плотность населения, что является, собственно, препятствием для захода туда мобильных операторов. Для них этот бизнес просто не окупается. При этом задача нашего министерства, мы не можем заставить мобильного оператора работать в населенных пунктах до 150 жителей. То есть это заведомо коммерчески невыгодная история для мобильного оператора. При этом у нас сейчас в Кировской области реализуются два больших федеральных проекта, которые реализует у нас Ростелеком, как единственный исполнитель на федеральном уровне этот проект. Первый – это подключение всех населенных пунктов 150-500 жителей к интернету. Это так называемое устранение цифрового неравенства. Этот проект в 2018-2019 году должен быть завершен. Сейчас у нас готовится проект соглашения губернатора с Ростелековым и Федеральным министерством информационных технологий для того, чтобы эту работу ускорить и существенно повысить приоритетность в их графике выполнения работ Кировской области. Второй проект – это подключение лечебно-профлотических учреждений, точно так же к широкополосному доступу к интернету. Все лечебные учреждения Кировской области также в пределах этого же срока должны быть подключены по оптике к интернету. То есть это уже Ростелеком делает, да? Да, эту работу будет также выполнена Ростелеком в пределах всей Российской Федерации. Мы тоже хотим, чтобы эта работа в Кировской области была несколько приоритетнее, чем другие регионы. Эту работу мы будем выполнять. Далее задача нашего министерства заключается в том, чтобы создавать более выгодные условия для операторов связи, для того, чтобы они могли свою инфраструктуру. То есть не обязательно строить вышку стоимостью 7-8 миллионов. Вот сейчас по Кирову мы реализуем проект по опорам двойного назначения, который мы в декабре активно анонсировали и совместно с городом. И город поддержал эту идею. Первая опора двойного назначения у нас уже в районе Чистой пруды появилась. Давайте просто объясним, это что? То есть это какая-то трансформаторная вышка такая, к которой еще крепится оборудование мобильного оператора? Что такое значит двойное назначение? Двойное назначение опоры. Да, двойное назначение это конструкция, в общем-то, внешне напоминающая ту же мачту освещения, фонарный столб, который у нас на улице города находится. Только при этом, кроме того, что он может быть и фонарем, он еще может нести на себе инфраструктуру сотового оператора. Такая практика по Российской Федерации очень сильно распространена. В городе Москве опора двойного назначения счет уже идет на тысячи. А у нас пока одна. У нас, к сожалению, к большому в Кировской области такого опыта вообще не было. В Кирове такого реализации этого проекта также не было. Вот мы сейчас попробовали первый пилотный проект, и 22 тысячи жителей Чистых прудов теперь с июня получат постоянный, удобный, беспрерывный доступ к мобильной связи. До этого они этим похвастаться не могли, к сожалению. А на эту опору двойного значения зашли три наших крупных оператора. Это Теледва, это и Мегафон, и МТС. То есть, пожалуйста, связь появилась. Мы для себя в административном порядке отработали весь процесс монтажа этой опоры, получение необходимых документов, согласовательных процедур. Роспотребнадзор, все нормы экологические и так далее для здоровья, все они соблюдены. Есть стереотипы, что это вредно для здоровья, а на самом деле это совершенно безвредно. И нужно понимать, что вся эта, во-первых, опора двойного назначения излучает меньше, чем бытовая микроволновка на кухне, которая там, наверное, уже на каждой второй кухне находится. А вот вся эта конструкция 29 метров излучает меньше, чем микроволновка. И наибольший вред здоровью приносит мобильный телефон, у которого написано нет сети. Потому что в этом случае весь его антенный блок работает на максимальную мощность, судорожно пытаясь найти ближайшую базовую станцию. Вот в этом режиме мобильный телефон вреден. Если он сеть поймал, ну это совершенно другая история. Скажу так, он как сытый хищник успокаивается. Так вот почему надо мобильные телефоны в поезде-то отключать, когда ты ночью едешь. Чтобы они не излучали, а не только для того, чтобы батарея не садилась, потому что сейчас же розетки везде, все же теперь уже успевают свой телефон и подзарядить, и всё, а сети-то нет. Но вот это мне тоже кажется важной, большая тема, да, насчёт обеспеченности мобильной связью в пути, особенно там вдоль РЖД, но это уже, наверное, в следующий раз. А у меня ещё вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, я очень часто вот это слышу от людей старшего возраста, переход на электронные услуги и оформление каких-то важных для людей документов в электронном виде, и изменение их внешнего вида в том числе, их пугает. Ну вот у меня, например, брат хотел, получал свидетельство о праве собственности на квартиру, и ему выдали какую-то небольшую бумажечку без печати, без всего, на которой что-то там было написано. Но у меня мама увидела, сказала, это что за фитюлька такая? И где на ней печать, да? Где синяя печать, где размашистая подпись. Ты пойдёшь потом продавать эту квартиру вот с этой вот фигнёй? Да, буквально с прошлого года за место свидетельств о рождении стали выписки, предоставляться из Управления Росреестра выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Они действительно представляют из себя простой листочек, где есть сведения об объекте, правоустанавливающие, кто является собственником данного объекта. То есть вот очень упрощена эта процедура. И на самом деле листочек... Пугаться не надо. Пугаться этого не надо. Вот. Ещё людей очень беспокоит, но никто же не знает, как это всё будет работать. А вдруг что-то случится потом? Вот такое глобальное, что вся эта система рухнет, из неё пропадут все данные, все сведения, а у тебя нет никаких документов подтверждающих. Бумаг в руках нет. Бумаг в руках нет. У нас же очень важно, чтобы бумага была. Поскольку вообще это реально? Есть какая-то система, которая вот ещё где-то фиксирует данные? Во-первых, совершенно правильное решение Росрегистром принято 15 сентября прошлого года о переводе, о замене всех свидетельств о регистрации права, от которого мы все привыкли, эти бланки на гузнаки распечатаны. Государство тратило деньги на то, чтобы эти бланки выпускать. Они отменены, и по результатам регистрационных действий получаешь выписку из ИГРН. Но синий печать, весь подпись, я не знаю, где он получил. При этом, если есть свидетельство, оно ещё понятно, что человеку греет душу, что у меня под подушкой лежит свидетельство, оно мне доказывает, что квартира моя. Это квартира твоя, с этим никто и не спорит, она правда, никто не покушается. Сведения пропасть могут или всё-таки они где-то железно защищены? Также информационная, все информационные системы. Ещё пока уже, я спрошу на ленточке, потому что у нас заканчивается программа, Наталья Владимировна. Очень ещё людей интересует. Вот все переходят на электронный вид, вот перевели услугу на электронный вид. А вот так вот по-старому-то можно ли прийти в МФЦ и этим воспользоваться? Да, конечно, абсолютно верно. Вы услуги можете получить как в электронном виде, так и в том числе... То есть электронный вид не отменяет стандарты? Абсолютно. Потому что есть люди, которые ещё при видеозным соображениям интернетом не пользуются. Они могут подойти в любой офис МФЦ, лучше это сделать предварительно через ЕСИА, но у кого нет такой возможности, ещё раз напоминаю, что кто не зарегистрирован на портале госуслуг, они могут записаться по телефону 8 800 707 43 43. А ещё можно вызвать сотрудника МФЦ себе на дом, такая же услуга в МФЦ тоже существует и на сайте, и тоже можно воспользоваться. Сотрудник МФЦ сам приедет к вам домой, в офис, куда захотите, в любое время. Мы благодарим наших гостей Юрия Палеха, министра информационных технологий и связи Кировской области, и Наталью Швецову, директора МФЦ. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.